«Чужак» Альбера Камю является важным произведением в литературе экзистенциализма, которое подвергает сомнению традиционные представления о смысле, морали и человеческом состоянии. Опубликованная в 1942 году, эта новелла стала философским ориентиром, исследуя абсурдность существования через переживания своего загадочного главного героя, Мерсо. С уважением просим вас поддержать нас, поставив лайк, поделившись видео и подписавшись на канал. Ваша поддержка очень важна для нас. Портрет Мерсо Камю выходит за пределы мгновенного воздействия смерти его матери, погружаясь в сложности его характера. Эмоциональная отстраненность Мерсо служит линзой, через которую роман исследует более широкие темы экзистенциализма и абсурда человеческого существования. По мере развития повествования читатели становятся свидетелями того, как Мерсо справляется с отношениями, общественными ожиданиями и последствиями своих действий с непоколебимой безразличностью. Эта эмоциональная отчужденность служит катализатором для философской рефлексии, подталкивая читателей к вопросам подлинности, морали и смысла, которые мы придаем своей жизни перед лицом безразличного и непредсказуемого мира. Писательское мастерство Камю превосходит рамки простого повествования, оно становится средством погружения в психику Мерсо. Очаровательная простота воспоминаний Мерсо, представленных без всяких украшений, погружает читателя в голое исследование экзистенциальных тем. Проза, лаконичная и острая, отражает засушливый ландшафт настройки романа, подчеркивая эмоциональную бесплодность, которая характеризует мировоззрение Мерсо. Этот незадекорированный стиль не только создает тревожный тон, но и служит инструментом повествования, усиливая путешествие читателя в разум персонажа, кажущегося нечувствительным к эмоциональным нюансам мира, который развивается вокруг него. Чужак не только служит холстом для повествования, но и философским кузнечиком, где Камю кует исследование экзистенциальной философии. Выраженное равнодушие Мерсо к общественным ожиданиям и его твердый отказ придерживаться эмоциональных норм воплощают самую суть экзистенциализма, веру в врожденное отсутствие предопределенного смысла жизни. В этой экзистенциальной одиссе Камю провокативно подвергает сомнению установленную моральную структуру, представляя Мерсо как персонажа, освобожденного от общественных конвенций. Преданность Мерсо жизни в аутентичности настоящего, не обремененному весом общественных ожиданий, кристаллизует утверждение экзистенциалистов, что настоящая свобода заключается в объятие врожденной неопределенности существования. Камю сулит повествованию глубокую неопределенность в ключевом событии, где Мерсо совершает бессмысленный акт насилия, выстреливая в араба под беспощадным взглядом палящего солнца на пляже. Этот трагический инцидент катапультирует Мерсо в замысловатые складки правовой системы, и последующее судебное разбирательство превращается в микрокосм общественной неудержимой попытки навязать смысл существования, которое Мерсо дифиантно воспринимает как фундаментально лишенные цели. Судебная драма становится тиглем, где социальные нормы сталкиваются с экзистенциальной позицией Мерсо, подчеркивая абсурдность попыток рационализации и судить о действиях во Вселенной, которую он воспринимает как фундаментально равнодушную. В сложной ткани чужака Камю ткает мастерское изображение суда Мерсо, где абсурдность судебного процесса становится центральным моментом. С тщательным мастерством Камю выявляет несоответствие между общественными ожиданиями и решительной экзистенциальной перспективой Мерсо. Судебная драма, театральная арена, становится трогательной платформой для Камю, чтобы разложить склонность человека к налаганию порядка и разума на Вселенную, которую, согласно философии Мерсо, отличает хаос и равнодушие. Через этот юридический тигель Камю бросает вызов самой сути социальных норм, распутывая нити, связывающие попытки человека придать смысл фундаментально капризной реальности. Мерсо, персонаж, вызывающий одновременно сочувствие и осуждение, становится сосудом, через который Камю погружается в глубокую концепцию подлинности. Его беспокойное отсутствие раскаяния и эмоциональной вовлеченности служит провокационному исследованию экзистенциальных идеалов. Негибкое отказывание Мерсо придерживаться общественных ожиданий, даже сталкиваясь с осуждением, служит свидетельством кредо экзистенциализма, что настоящая свобода процветает в жизни в соответствии с собой, независимо от социальных норм. В неотступной преданности своей собственной сути Мерсо Камю раскрывает повествовательное зеркало, отражающее вечную борьбу между социальной конформностью и освобождением, найденным в объятии своего подлинного, нефильтрованного существования. В «Чужаке» второстепенные персонажи выступают важными посредниками, тщательно созданными Камю для освещения общественных ожиданий и норм. Персонажи, такие как Мари, подруга Мерсо и Реймон, его сосед, служат трогательными контрастами, ярко подчеркивая резкий контраст между равнодушием Мерсо и общественным требованием к эмоциональной вовлеченности. Их роли выходят за пределы простых приемов повествования, они становятся инструментами обогащения глубины романа. Через этих персонажей Камю предлагает глубокие идеи о сложной взаимосвязи между подлинностью личности и неумолимым давлением соответствовать общественным ожиданиям, способствуя нюансированному пониманию напряжений, которые определяют экзистенциальный ландшафт в романе. Исследование абсурда в романе достигает своего пика в заключительных сценах. Сопротивление Мерсо Шапелю в тюрьме служит философским кульминационным моментом, где он отвергает попытки Шапелана навязать религиозный смысл его жизни. Эта мощная сцена воплощает сущность экзистенциализма, подтверждая решение Мерсо жить аутентично перед миром, который стремится навязать смысл и порядок. За пределами философского исследования чужак трансцендирует культурные и поколенческие границы, служа глубоким комментарием к человеческому состоянию. Экзистенциальное путешествие Мерсо, хотя и заключено в конкретную повесть, резонирует универсально, охватывая вечную человеческую борьбу раскопать смысл в мире, кажущемся равнодушным. Повествование Камю побуждает читателей к интроспекции, заставляя их тщательно рассмотреть значимость, которую они придают своим собственным поступкам и отношениям. Этот интроспективный аспект превращает роман в зеркало, отражающее фундаментальные вопросы, пронизывающие человеческий опыт, способствуя размышленному диалогу, который выходит за временные и культурные рамки его алжирской среды. Каму в своем исследовании экзистенциализма в чужаке, находит резонанс в своем глубоком рассмотрении абсурда, присущего человеческому существованию. Палящее солнце, угнетающее тепло и суровая природная среда перестают быть просто описательными элементами, они преображаются в мощные метафоры, символизирующие неослабивающие вызовы жизни. Настройка романа, становясь своеобразным персонажем, служит мощным фоном, усиливающим философский принцип, что вселенная остается равнодушной к человеческим заботам. На этом фоне повествование подчеркивает врожденный абсурд нашего беспрестанного поиска смысла в бескрайней и равнодушной вселенной, проливая яркий свет на экзистенциальные дилеммы, пронизывающие человеческий опыт. Одним из сильных моментов романа является его способность провоцировать размышления и интроспекцию. Он бросает вызов читателям, заставляя их столкнуться с дискомфортной идеей того, что жизнь может быть лишена врожденного смысла и что индивидуумы должны создавать свою собственную цель. Путешествие Мерсо приглашает читателей задать вопросы общественным нормам, провоцируя переоценку ценностей и ожиданий, формирующих их собственные жизни. В заключение Чужак Альбера Камю представляет собой размышленное исследование экзистенциализма и абсурда человеческого существования. Минималистичный стиль романа, совмещенный с его острой повествовательной манерой, создает мощную атмосферу, погружая читателей в мир Мерсо. Сквозь апатичный взгляд Мерсо Камю бросает вызов традиционной морали, общественным ожиданиям и самой природе человеческого существования. Чужак остается вечным произведением, продолжающим завораживать читателей своей философской глубиной и экзистенциальной резонансностью.